Основные темы этого выпуска. Новый тип коронавируса в Китае – более 78 тысяч зараженных, 2715 летальных исходов. Наводнение, оползни и бури в Индонезии. Около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе топливной компании «Маратон Петролиум» в Калифорнии удалось взять под контроль. А теперь подробнее. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 78 тысяч человек. При этом более 29 тысяч излечились и выписались из больниц. В Южной Корее зарегистрировано 169 новых случаев заражения новым типом коронавируса. Ещё один человек погиб. Таким образом, общее число заражённых в стране выросло до 1146. Всего скончались 11. Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего оранжевого до четвёртого красного уровня. Отмечается, что из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тегу, ещё 19 – в провинции Кёнсанпукту, остальные – в разных районах по всей стране. В конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый тип коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Ровшан Ильясов, CBC Администрация Гонконга обнародовала программу стимулирующих мер объёмом 15,4 миллиарда долларов. Цель этих мер – смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для экономики. Ключевым пунктом программы станут денежные выплаты по 10 тысяч гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте старше 18 лет. Среди стимулов для бизнеса – выделение кредитов под низкую процентную ставку со стопроцентной гарантией правительства на сумму до 2 миллионов гонконгских долларов, а также стопроцентное снижение ставки налога на прибыль до 20 тысяч гонконгских долларов включительно. Кроме того, в Гонконге отменят сборы за регистрацию бизнеса и расширят субсидии на оплату электроэнергии и воды. Министерством финансов представлен проект бюджета на новый финансовый год. По его оценке, быстрое распространение инфекции нанесло серьёзный удар по экономической активности и настрою бизнеса в Гонконге. В частности, эксперты отмечают влияние вспышки эпидемии на рынок труда. Последствия коронавируса будут учтены в прогнозе правительства по росту экономики в 2020 году. По мнению экспертов, существенное увеличение расходов при снижении доходов приведёт к скачку дефицита бюджета до рекордных 139 миллиардов гонконгских долларов в следующем финансовом году. По оценке экспертов, в этом году дефицит бюджета составит 4,8% ВВП. Экономика Гонконга может снизиться на 1,5%. Оксана Вилеева, CBC На греческих островах Лесбос и Хиллс не прекращаются столкновения полиции с манифестантами, выступающими против строительства новых лагерей для нелегальных мигрантов. На Лесбосе даже называют происходящее партизанской войной. Власти Гейских островов объясняют, что новые лагеря возводятся в интересах самих же жителей, обеспечивая защиту населения от коронавируса. С понедельника, 24 февраля, на остров отправляются дополнительные силы полицейского спецназа, которые блокируют подходы к строительной площадке. Решение возвести закрытые лагеря было принято в прошлом году. Две недели назад правительство указало участки земли под строительство на пяти островах. Лагеря предназначены для тех, кому отказано в предоставлении статуса беженца. В теории, таких мигрантов будут содержать лагеря до депортации. Но, учитывая, что многие приезжие уничтожают свои документы, депортация может оказаться невозможной. Атарух Ахмедов, CBC Количество пострадавших после наезда автомобиля на толпу людей в немецком Фолькмардзене увеличилось до 61-го. На данном этапе расследования известно о 61-м пострадавшем. Среди пострадавших числятся 20 детей. Люди в возрасте от 2 до 85 лет получили серьёзные увечья. Днём 24 февраля автомобиль въехал в толпу людей на карнавальном шествии в городе Фолькмардзен. После наезда водители пытались избить очевидцы, но полицейские взяли его под защиту. За рулём находился 29-летний гражданин Германии. Он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта на Майне рассматривает происшествие как покушение на убийство. По мнению многочисленных свидетелей, водитель находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет. В ходе допроса преступника сотрудники полиции Гессена не выявили политический мотив данного преступления. Правоохранители продолжают расследование. В ходе разбирательств прорабатываются все версии преступления. Мотив водителя, протаранившего толпу людей, пока не установлен. Оксана Велиева, Сибиси. Около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений, оползней и бури в индонезийском округе Караванг провинции Западная Ява. Проливные дожди привели к затоплению части индонезийской столицы Джакарта, включая район, где располагается президентский дворец. Стихия разрушила три школы и мечеть. Вода залила более 800 гектаров рисовых полей. Власти начали эвакуацию. От наводнений пострадало почти 47 тысяч 700 жителей округа. В стране объявлена 14-дневная чрезвычайная ситуация. Спасатели установили палатки и посты по материально-техническому обеспечению для пострадавших. Также на места отправлены продукты питания и одеяла. От стихии уже спасены около 200 человек. В спасательной операции участвуют также полиция и военные. Ровшан Ильясов, Сибиси. Крупный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе топливной компании Marathon Petroleum в городе Корсон американского штата Калифорния. По имеющейся информации, возгоранию предшествовал взрыв. В настоящее время пожарным службам удалось взять возгорание под контроль. По предварительным данным, пострадавших в ходе пожара нет. Маратон Petroleum обладает крупнейшей в стране системой переработки нефти, производительностью более трёх миллионов баррелей в сутки. Ровшан Ильясов, Сибиси. Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели выросло до 13 человек. Ранены более 150 среди пострадавших, есть несовершеннолетние. Причиной сложившейся ситуации стало вступление в силу поправок в закон о гражданстве. Во вторник, 25 февраля, полиция начала обход районов северо-востока столицы, ситуация в которых остаётся особенно напряжённой. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Администрация столицы выпустила распоряжение, согласно которому временно закрываются все частные государственные школы. Запрещены массовые мероприятия и собрания. В северо-восточных районах Нью-Дели объявлен комендантский час. Столкновения вспыхнули 24 февраля между группами радикально настроенной молодёжи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже вступила в силу, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из стран Южной Азии – Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идёт о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джаянизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественных мусульманских странах. Оксана Вилеева, CBC.